4 июля 2002 года была создана всеукраинская молодежная общественная организация Союз молодежи регионов Украины. Основной целью организации стала защита прав не только членов организации, но и всей молодежи. Стратегическим партнером для себя Союз молодежи регионов Украины определил партию регионов. 12 декабря 2003 года состоялся первый съезд Союза молодежи регионов Украины. Главой СМРУ был избран самый молодой народный депутат Украины Виталий Хамутынник. За все годы существования организация развивала и поддерживала целый ряд молодежных инициатив, помогала талантливой и творческой молодежи, поощряла активную гражданскую позицию и участие молодежи в политической жизни страны. Оглядываясь назад и посмотрев тот путь, который мы прошли, мы можем сказать, что пройдено достаточно много этапов развития организации и проходили абсолютно через разные ситуации. И были те времена, когда мы все вместе радовались нашим победам, были те времена, когда активисты организации являлись своего рода людьми, которых преследуют правоохранительные органы. Но было по большому счету все. И, наверное, это хорошая школа, это хорошая наука. Наверное, в простых учебных заведениях такой науки не получишь. И мне кажется, нам удалось сплотить организацию, создать настоящую такую хорошую, дружную, трудолюбивую команду, которой по плечу очень многие задачи. В том числе те задачи, которые стоят перед нами сейчас. Уверен, что мы их не только выполним, но мы можем сделать все для того, чтобы добиться тех целей, которые стоят перед нами в течение ближайших пяти-десяти лет. В период предвыборной кампании 2004 года Союз молодежи регионов Украины активно включился в агитационную работу за кандидата в президенты Украины Виктора Януковича. По инициативе СМРУ была создана коалиция «Молодежь выбирает Януковича» во главе с Виталием Хамутынником. Ее поддержали и присоединились 53 всеукраинские общественные молодежные организации. Под эгидой коалиции по всей Украине прошло более 30 всеукраинских и около 250 региональных мероприятий, которые были направлены на активную работу с молодежью, агитируя за кандидата в президенты Украины Виктора Януковича. В 2004 году наш молодежный штаб тогда отработал честно, в основе его была наша организация. И мы, скажем откровенно, после выборов 2004 года большая часть сторонников Виктора Федоровича, я бы сказал, это, наверное, процентов 99, за индивидуальным каким-то исключением. Все остались и поддерживали его и на третьем туре, и во время, и уже после как раз оранжевого того беспредела, который был устроен нашими оппонентами. В начале 2005 года, когда оранжевые политики украли победу партии регионов и начали политические репрессии, в знак протеста, Союз молодежи регионов организовал палаточный городок в Мариинском парке в Киеве. Жители городка активно боролись против незаконных действий власти, сопротивлялись политическим репрессиям, защищали законные права граждан Украины. За три месяца существования городка в нем в разное время жило и работало более тысячи молодых активистов. Жители городка организовали и провели более 70 акций, а количество их участников превысило 8 тысяч человек. Палаточный городок дал серьезный толчок для целой волны акций «Нет политическим репрессиям по всей Украине». Их целью было заявить про массовые политические репрессии и нарушение конституционных прав человека. А в финальной широкомасштабной акции в Киеве 19 мая 2005 года приняло участие более 15 тысяч представителей молодежи из разных уголков Украины. В то же время в Сумах, Харькове, Луганске, Николаеве прошла серия акций «Власть без бизнеса». В результате акции удалось добиться отставки губернатора Луганской области и снижение цен на коммунальные услуги в Николаевской области. Союз молодежи региона Украины тогда был первой организацией, которая сумела оказать сопротивление оранжевой власти, защиту тех людей, которые постигли политические репрессии. И мы не боялись выходить на улицу, мы не боялись власти, мы смело и открыто говорили о своей позиции, защищали тех людей, которые потерпали от действий так называемых правителей. Несмотря на достаточно напряженный период, СМРУ продолжала и неполитическую повседневную работу с молодежью. 15 ноября 2005 года форум лидеров студенческого самоуправления, ставший впоследствии ежегодным, уже в первый раз собрал в Киеве 170 лидеров украинского студенчества со всех вузов Украины. Еще одним глобальным проектом Союза молодежи регионов Украины стал образовательный проект «За молодыми будущее». Более 500 лидеров молодежного движения смогли повысить свой профессиональный уровень. Это помогло заложить основы сплоченного командного подхода СМРУ. На сегодняшний день могу привести пример по той же Николаевской области. Наши молодежные лидеры, которых мы растили с 2001 года, на сегодняшний день прошли школу лидеров, которые проводили на всеукраинском уровне. Мы проводили свои семинары и многие из ребят на сегодняшний день работают в органах исполнительной власти. В январе 2006 года стартовал первый СМС-референдум в поддержку русского языка. В течение двух месяцев, 24 часа в сутки, граждане Украины смогли высказать свое мнение по вопросу придания русскому языку в Украине статуса второго национального. Инициативная группа провела презентации в 10 регионах Украины и добилась того, чтобы русский язык поддержала более 80% всех участников. В феврале 2006 года стартовал ряд проектов в поддержку закона Украины о первом рабочем месте, автором которого стал лидер СМРУ Виталий Хомутынник. По всем регионам Украины были проведены круглые столы с участием представителям молодежных организаций, органов государственной власти и местного самоуправления, дебаты и общественные обсуждения данной инициативы. Собранные к 13 марту 2006 года 500 тысяч подписей активисты предъявили к админу с требованием разморозить данный закон. В то же время лидер партии регионов Виктор Янукович выразил огромное доверие молодежи, выделив 10% мест в партийных списках для молодых членов СМРУ. Это стало мощным стимулом для активной молодежи начать карьеру в качестве молодых депутатов и получить работу в органах власти под эгидой партии регионов. Проект «Молодые регионы. Перспектива Украины» презентовал более тысячи молодых кандидатов в депутаты ВРУ и органы местного самоуправления разных уровней от партий регионов. В ходе 20 презентаций в 18 регионах Украины приняло участие более 4 тысяч молодых граждан Украины. Продолжился 2006 год еще одним громким событием. 22 марта подписано соглашение о сотрудничестве между СМРУ и молодой гвардией Единой России. Также в 2006 году Союз молодежи регионов Украины провел политико-цитрусовый рейтинг «Оскомина года», который обозначил тройку лидеров и топ-10 наиболее безграмотных оранжевых политиков года. После успешных парламентских выборов СМРУ сосредоточил свою деятельность на формировании и реализации молодежной политики на местах и защите законных интересов молодежи в государственных органах. В ряде местных советов созданы депутатские группы, в которые вошли молодые депутаты, члены СМРУ. У нас впервые в Харькове создан прецедент, можно сказать так, в Украине. Из членов Союза молодежи регионов Украины создана депутатская группа «Молодые регионы», в которую входят 14 депутатов городского совета и 5 депутатов областного совета. На протяжении апреля-мая 2007 года Союз молодежи регионов Украины вместе с партией регионов активно выступали против незаконного распуска парламента. В акциях протеста под стенами Верховного совета, а также в работе возобновленного палаточного городка в Мариинском парке приняло участие более 20 тысяч человек. Неожиданный распуск парламента побудил Союз молодежи регионов Украины в полном составе включиться в политическую борьбу. Многие лидеры СМРУ вошли в состав избирательных штабов партии регионов, а два представителя возглавили областные избирательные штабы. В марте и апреле того же года прошел марш противников НАТО под слоганом НАТО НЕТ. На улицы нескольких городов Украины вышли тысячи человек. 28 января 2007 года СМРУ совместно с Молодой гвардией Единой России учредили международную молодежную организацию «Молодежный славянский форум». Внимание со стороны Союза молодежи к событиям мирового масштаба позволило 24 января 2008 года организовать акцию протеста против демонтажа памятнику воину-освободителю в Таллине. Своевременно отреагировал СМРУ и на бедствия земляков Западной Украины. 1 августа 2008 года СМРУ направила туда автобус медикаментов на сумму 300 тысяч гривен. И еще один автобус с 40 активистами. Креативно подошел Союз молодежи и к празднованию Всемирного дня юмора. 1 апреля 2009 года они организовали самую настоящую одесскую юморину на Дерибасовской в центре Киева. Известную Одесскую улицу воспроизвели в деталях прямо на Майдане. По инициативе СМРУ постоянно проводились и продолжают проводиться разнообразные спортивные мероприятия во всех регионах Украины. Мы не только пропагандируем здоровый образ жизни, активные наши действия, которые постоянно проходят не только во время съезда, но и в каждодневной нашей жизни мы преодолеваем разные вопросы, которые касаются даже олимпийских видов спорта, не олимпийских видов спорта, вопросы евро. Одним из самых ярких событий года, конечно же, стало празднование Дня молодежи. 28 июня 2009 года в ходе организованного СМРУ шоу-концерта на Европейской площади в Киеве были учтены самые разные интересы молодых людей 80-х, 90-х и 2000-х годов. В завершении праздника выступила популярная молодежная группа Boombox, а всего праздник посетило более 10 тысяч человек. Сегодня Союз молодежи регионов Украины по праву считается самой сильной и многочисленной организацией Украины. Ее численность составляет почти 100 тысяч человек. В составе СМРУ 612 депутатов в советах разных уровней. Организация имеет 359 представительств во всех регионах Украины и секретариат в Киеве. За 7 лет своего существования Союз молодежи регионов Украины провел 154 всеукраинских акций, около 1200 региональных акций, 27 программных акций и 35 проектов, реализованных при поддержке Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта. Во всех мероприятиях приняло участие более 1 миллиона человек. Сегодня Союз молодежи регионов Украины продолжает активно работать, развиваться, защищать интересы своих членов и молодежи всей страны. Молодые регионалы продолжают своей работой поддерживать партию регионов и ее лидера Виктора Федоровича Януковича на пути к победе.